В Шемкенте завершают масштабную реконструкцию оросительного канала САСАК-1. Проект стоимостью миллиард 179 миллионов тенге был разработан для улучшения водоснабжения. Местные аграрии ранее страдали от нехватки поливной воды и были вынуждены сокращать посевные площади. Изменилась ли ситуация, выясняла моя коллега Екатерина Попкова. На канале САСАК-1 полностью завершены строительно-монтажные работы. Вода заполнила лотки и устремилась на поля, где растут люцерна, клевер и овощи. Аграрии жилого массива Жанаталаб ждали эту воду. Раньше канал был словно решето. Ремонт должен был уменьшить потери. Однако полностью избавиться от сложности, пока не удалось, говорит Амангильда Теркешев. Даже после масштабной реконструкции аграрий вынужден с помощью мешков регулировать напор воды. Вода должна регулировать. Сколько надо беру, сколько не надо закручиваю. А сейчас пол не открою, не открою. Пока мешок не поставишь, вода не идет. Негодование у аграриев вызвал диаметр проложенных труб. По их мнению, не было учтено количество потребляемой воды и размеры территорий. В результате некоторым приходится поливать урожай в два раза дольше, чем предполагалось. В отделе нитропользования водного хозяйства отметили, что объект пока не принял технадзор. Сейчас капитальный ремонт полностью завершен на 99%. Технадзор выявил несколько нарушений. Подрядчик исправляет. Только потом будет приниматься объект. А в управлении сельского хозяйства уже подсчитали гектары, которые смогут полить благодаря отремонтированному каналу. По словам главного специалиста Нурсултана Хайдарова, это важно для устойчивого развития аграрного сектора в Шемкенте. Канал Сасах-1 обеспечивает водой 656 гектаров земли. Там в основном овощи выращивают. Сейчас 42 хозяйства, а это 250 гектаров. Уже заключили договоры на поставку воды. В общей сложности в Шемкенте есть 34 канала. Из них 27 аграрии активно используют для полива сельскохозяйственных культур. Однако при этом большую часть канала построили еще в прошлом веке. Сейчас требуется капитальный ремонт. Иначе эта поливная вода может стать для аграриев недоступной. На следующий год в Акимате обещают выделить бюджетные деньги на ремонт еще четырех оросительных каналов. Параллельно с необходимостью ремонта аграриев также призывают к более эффективному использованию водных ресурсов. Катерина Попкова, Нурмахамбик Муратов, Шемкент, 24КЗ.